В свете ночного костра мудрая женщина-цыганка смеется в лицо сэру Джереми Пардингтону третьему и говорит, что предупреждала про последствия приобретения темного шлема, и сэр Джереми не может ей ничего сказать. Чувствую твою силу, великий маг, и приветствую тебя. Ха. Идентифицировать мем. Идентифицировать неопознанную мантию. Ядовитая мантия. Сопротивление урона, электричество, огню, магии, плюс 20. Сопротивление яду, минус 100. ПУ, отрава и потеря энергии. Булава. Предательство. Урон 1 по 23. Помогает врагу восстановить энергию. Большое лечение. Хе-хе. Кожаные перчатки подобрал с мерзких орков, которые посмели напасть. Ну и неопознанный шлем. Темный шлем. Мем. Ну и шо вам сказать. Я надеюсь, вы заберете его обратно. Интересуйтесь торговлей. Мантию не хотите. Булаву не хотите. Шлем. 299 монет вы цените, да? Я возьму зелень утомимости. Наверное, большую. Слезы морганы и сильный эликсир выносливости. Ядка лиспи. Вылечивается сопротивление и отравление. Мне не нужно. Чекрам и зелье ускорения я возьму обязательно. И большой хил. Мне надо бутылок брать. А бутылок и так куча. Просто куча. Сэр Джереми. Надо выпить воды, потому что еще похмелье не закончилось с прошлой ходки. Из-за шбари. И когда Сэр Джереми телепортировался, его из-за ряда нам потрясло. Вот. Что делаем? Да продаем все эти вещи. И тут еще орк. Полуорк вор. Сейчас будет совершено еще одно нападение, да? Посмотрите на них. А ну-ка, ребята, в стороночку, потому что нечего. Невидимая сила. Отойдите от меня. Отойдите. Не приближайтесь даже. Или вы получите гнев в Сэра Джереми. Подходит кинжалом, замахивается на Сэра Джереми. И молотом пытается пробить. Ложится отдыхать. Второй точно так же. Ну, ничего про дело поставить не могут. Ох, у него отмычки были. 7 золота и 6 терни, да? При нем были тоже перчатки. Я уже нести не могу. Ну, можно ману выпить. И что-то еще залутать. Но я эту ману не отобью, потому что она стоит достаточно дорого. А у во второго было молодого человека кинжал. Уношенные ботинки за 3 монеты. Но шестерни можно продать. Они, может быть, будут цениться. Может, он хотел стать инженером, однако ему не посчастливилось. Не знаю. Сэр Джереми тусит. Тусит просто к ростовщику. Тусит к магу. Закупает бутылки, наверное. Продает и... Награбленное. Не награбленное, а честно полученное в ходе выполнения задания. Freeplay на ВАФПРО из прошлой серии. Торговля, сэр. А вы, в принципе, это все забираете. 11 монет за отмычки. 5 монет. Ботинки. 11 монет. Причатки. Давай я тебе, старьевщик, все это впарю. Потому что мне не нужно, да? И стрелы. А, он не нуждается в стрелах. Вы посмотрите. Зато крутой Чикарам хочет купить. О, шестерни. 198 монет. Глупый орк. Не знал даже, каким богатством он обладал. Надо еще продать, наверное, изысканные кольца. Медные кольца и лишние камни. Кристалл Катарн 1. Продаем. А в остальном я готов более чем полностью. К тусовке. Но мне нужно зачинить обязательно доспех. Потому что 34 броня. Броня. Для этого надо идти к магам. К местным, ребята, все-таки. Надо идти к местным магам. К местным господам магам. Так. И по бутылкам шел у нас. Каковы наши шансы? Сулик. А сулика нету. Потому что так, так. Еще что-то должно было быть, ребята. Какое-то заклинание у меня исчезло. Да, быстрота огня. Заклинание почему-то отсюда исчезло. Наверное, случайно я переместил. Это заклинание должно быть на быстром слоте. А вот это заклинание исказить пространство. Да, пусть оно будет. Пусть все будет. Надо помнить про заклинание. Которое у нас есть. Что, сэр Джереми? Да, ничего хорошего. Ничего хорошего. Потихоньку бежим. Бежим и пойдем теперь на острова отчаяния. Местные слухи потом послушаем. И так уже слишком много времени провели в Таранте с его жителями. Ну и шлем при нас остался. Темный шлем. Который, наверное, сыграет решающую участь в судьбе сэра Джереми Пардингтона Третьего и Сквайра Джентльмена. Некроманта, да? Стражник, офицер Таранта. Позвольте задать вопрос, сэр. Скалер сыновья, работа. По поводу вы поспрашиваете вокруг. Спасибо, что уделили время. Еще островочайно начальная тренировка. Это у меня все уже есть. Скалер сыновья, понятно. Несколько вопросов. Да, я хочу выйти из диалога. Так нельзя. Скалер сыновья, работа. Спасибо, что уделили мне время. Ну и время ждать до утра. Прямо на улице, сэр Джереми, да? Ну а что поделаешь? Сэр Джереми терпеливо медитирует. Ребята, просто терпеливо медитирует. Утро наступило. Так. Джентльмены еще не спешат торговать. А, вот они вышли. Наверное, к первому джентльмену волшебные доспехи, который торгует. Магический кузнец. Торговля, сэр. Две монеты, стрелы вы забираете. И все. Что-то у вас появилось. Луковица легкой руки. Мне бы что-то какой-то предмет, чтобы силу поднять. Может, щит силы есть. Класс брони повышает урона. Мне бы такой предмет, который, в принципе, мне силу повышает. Понимаете? Мне силу. Щит холода. Не, не подходит. Не подходит. Я предметов столько несу на себе. Как-то, я думаю, надо озаботиться все-таки о поднятии силы. Каким-то образом. Но каким? Каким? Да магическим образом, сэр Джереми. Давай. Не знаю, быстрее так или нет. Но мана позволяет. Телепортироваться просто по городу, к местному кузнецу. Не вижу цель. Сэр Джереми, а сквозь окно. Применить угол. А? Так. Постойте, вы могущественный маг. Я боюсь, вам придется уйти. Не хочу, чтобы поломались мои доспехи. Я вижу, вы не понимаете даже очевидных истин. Я не буду хамить. Я просто сниму этот шлем. Я не смогу, значит, скоро, если подниму магию. До сотни. Самостоятельно не смогу чиниться. Да? Чем могу быть вам полезен? Почините мне, сэр, мои доспехи. То есть, мне, получается, нельзя выше магию поднимать. Плюс 20. Сейчас 65. Ну, пойдем. Ну, я потому что иначе не смогу доспехи чинить. Придется покупать новые каждый раз. Ну, эта пентаграмма, она такая стильная. Сэр Джереми не может себе сказать в удовольствие ее еще раз использовать. Да? И одевает шлем и отправляется в Эшбери. Так, острова отчаяния. Мы прочитали про них книгу. Мы готовы, в принципе, отправляться. Только надо понять, теперь, как туда попасть. Ну, собственно, нам давали задание поговорить с капитаном корабля, которого зовут... Зовут его... Найти клан черного... А, я не знаю, как его зовут. Ну, значит, в дневнике где-то написано. Ну, начинается. Сейчас мы выключим. Так, там... Ну, комменты будут выплывать, потому что я в окне играю. Там комменты к Столкачу уже пошли полным ходом, ребята. Надеюсь, вы будете смотреть, потому что этот Столкач очень хорошо получился. И лично я его даже пересматриваю уже второй раз. Первый раз пересмотрел, когда весь записал. Второй раз... Когда... Ну, вот сейчас. У этого торговца были интересные предметы. Мне сейчас не до предметов. Мне сейчас нужно попасть на острова отчаяния. Я в дневнике... На чем мы остановились на том, что я в дневнике... Искал слухи. Слухи. Темная личность. Вильям Торн Доб, да? Клариса Шельма сделает мастером метания. Мы с ней знакомы уже. Метательные навыки Тео. А, еще вот этот может... Меня. Высокомерный волшебник. Мертв уже. Серые горы. Памятник. Эшбари, Эшбари. Замки Малачи. Вводятся привидения, уже не вводятся. Самый опытный... Эдвард Тич. Самый опытный моряк в Эшбаре. Самый опытный моряк. Мы, кстати, загадку этого кладбища так и не разгадали, почему завелись зомби. Мы этого не знаем. Кто это? Это капитан корабля. Непонятно, как его зовут. Кто вы? Меня хотелось бы забронировать рейсами. Купить рейс Острова Чайна. Острова Чайна, если бы вы немного соображали, то избегали бы высаживаться на этих скалах. Мне правда нужно попасть на этот остров? Поговорите с Тичем. Его корабль стоит здесь на якоре. Подозреваю, что он будет достаточно безрассуден, чтобы рисковать своим кораблем и своей шеей. Спасибо так и сделаю, сэр. Значит, вы трус и поручик. Вы трус и подлец. Я вызываю вас на дуэль. Я не приду. Почему? Потому что я трус и подлец. Ребята. Трус и подлец. Значит, капитан Дичь может быть вообще очень отважный мореход. Да? Прям пират. Почтовый рабочий еще скажет. Билет на грабанцы сыграть в Косте не хочу. Я не умею играть в Косте. Горожанин. Эй, на палубе. Привет, приятель. Что я могу сделать для тебя, старый Тичь? Извините, мы разве встречались? Не, мы так не знакомы. Я буду капитан Эдвард Тичь. Соленый морской волк и хозяин цыганской тени. Самого потрепанного стихии, самого скоростного корабля на этой стороне мыса бритвы. Приятно познакомиться. И мне приятно познакомиться, капитан. Пара вопросов. Давайте поговорим о вашей работе, капитан. А что ты хочешь узнать? Расскажите о вашем корабле. Мой корабль, да и о нем я могу часами говорить. Он называется цыганская тень. И среди всех судов, бороздящих моря Арканова, нет корабля лучше. А откуда он у вас? Цыганочка? Это та еще история. Приятель. Не из тех, которые рассказывают первому встречному. Я понимаю, сэр, но вы можете мне доверять. Ничего личного, приятель, но очень немногим это я рассказываю. А в тебе я не очень уверен. Понимаю еще кое-что. Какие города вы плавали? В зависимости от цели путешествия я плаваю почти везде. Везде, где стоит порт или просто место, где можно причалить. Не важно. Черный корень, тарант, колодон. Я был везде, куда нужно попасть по заданию экспедиции. Еще вопросы. Расскажите о том, что вы видели и делали. Видел и делал. Старые тищи много, где бывал парень. И все, что он делал, не все, что он делал, было милым и добрым. Далеко не все. Что бы ты хотел знать? Самое красивое место, где вы были? Самое красивое место, наверное, это затерянные лагуны на островах плачущих дев. Парень, там вода настолько чистая, что кажется, будто плывешь по гору... Бомову песку. И рыба там позолоченная, как стекло. Меняет цвет в зависимости от настроения. А на деревьях больше плодов, чем листьев. А птицы поют такие песни, что могут заставить плакать даже старого пирата. Удивительно, а? А как насчет захватывающих приключений? Ну, однажды я сдал цыганку на... Не кому-нибудь, а самому Франклину Пейну, величайшему искателю приключений во всем Аркануме. Черт побери, он безумец, но полон жизни и смеха. И пусть меня вздернут на рей, если он хоть когда-нибудь чего-то испугается. Он еще не знаком с сэром Джереми Пардингтоном Третьим. А куда вы плавали с мистером Пейном? На запад, к змеиному хребту, где водятся акулы размером с корабль. И все острова, это горы, исторгающие камни и огонь. И там я видел, как Франклину Пейн в одиночку сражался с ломанным мечом с тремя огненными гигантами. И все это время он смеялся. А после того, как Пейн их разогнал, он забрал один из их огненных драгоценных камней, которые, говорят, обладают странной силой. Как захватывающе. А куда вы плавали дольше всего? Дальше всего это просто. Однажды я заплыл так далеко на восток, где солнце забыло сесть. И к моему кораблю подплыли русалки и умолялись, чтобы мы с командой поплавали с ними. И мы приплыли к такой огромной воронке, что ее невозможно было оплыть, так чтобы не попасть в нее, и так мы вернулись домой. Хе-хе-хе-хе. Самый страшный шторм, в который вы попадали. Самый страшный шторм, в который я попадал. Ну, мы с цыганочкой повидали на своем веку плохой погоды. Самым ужасным, наверное, был ураган недалеко от мыса Бритвы. Знаешь, что я тебе скажу, паренек, волосы тогда были такими высокими, волны тогда были такими высокими, что можно было принять их за горы, и ветер дул, как завивание банши. А волны били так сильно, что можно было увидеть дыно, покрытое китовыми костями, кораблями и мертвыми матросами. Дальше всех. Самое захватывающее. Это все мы узнали. Так. Давайте, знаете что? Попробуем применить эти колонны немножко. Сэр, я отойду на минуту. Это чуть-чуть повысит нашу красоту. Незначительно, да? Девять. Может, он расскажет все-таки о названии корабля. Сэр. Эй, на палубе. Приятно видеть вас, капитан. Снова есть минутка. О вашей работе. О корабле. Откуда он у вас? Не, не рассказывает. Может, он мне доверяет. Ничего личного, не хватает красоты. Очевидно, всего хорошего. Может, обаяния не хватает. Еще минутка. Сэр. Это, конечно, эти рассказы очень увлекают. Но мне надо добраться до острова отчаяния. Я только что получил от мистера Бейтса что-то похожее на согласие. В письме сказано, что я должен тебя взять в это чертово место. Мне там не нравятся ни вода, ни люди. Но для Бейтса я это сделаю. Мы отпрываем прямо сейчас? Да, самое время. Будет сильный восточный ветер, а вода спокойная. Давно с такой спокойной воды не видел. Я не суеверный, но мне кажется, что это хорошая примета. Ну, тут капитан, я даже не знаю, что вам сказать. У сэра Джереми свое отношение к приметам. И, как посудило, он одет в шлем, который, наверное, сильно перекроет судьбу этого всего. И мы можем, наверное... Ладно, так нельзя говорить перед... Отпрытием. Все будет хорошо. Давайте отправляться. Есть. Плывем, ребята. Может, мутик запилили, а? Приплыли, да? Темный экран. Эдвард Кич, 23 уровня. Приплыли под вечер. Так. Может, он что-то расскажет про острова еще? Эй, на палубе, как это нормально, капитан. Узнал что-нибудь о клане Черной горы? Пока ничего. Да что ты собираешься здесь делать, приятель? Я вернусь сюда, когда я выяснил побольше. Можно покинуть это место. Ну, все, начинается. Открытый мир, кстати. Мы на островах отчаяния. Уголовная колония. Да, мы прочитали книгу, что на этих островах не работает магия перемещения. Мы, кстати, это можем затестить. Сказать пространство. Работает, че? Книгу какие-то сварливые дураки, наверное, описали. Ума заключается, сэр Джереми Пердингтон видит стражника 20 уровня и подходит. Вперед. Сэр. В чем дело? Я ищу клан Черной горы. Можете мне помочь? Клан? Не знаю никаких кланов в округе. Об этом тебе надо поговорить с Торвальдом. Это кто? Это глава нашего поселения. Он решает все споры внутри этих стен. Но чтобы поговорить с ним, тебе придется перетереть согденом, его охранником. Можно войти? Конечно, но сперва тебе надо выслушать правила. Их всего два. Правило первое. Ты можешь делать все, что захочешь до тех пор, пока это не будет мешать кому-либо еще. И в случае любого спора, последнее слово всегда за Торвальдом. Примите благодарность. И еще кое-что. Я должен предупредить об опасности покидать поселение. Это еще почему? Мы уже потеряли несколько человек из-за ведовского чудища, которое не берут наши ружья. На моих глазах человек был съеден заживо только потому, что его ружье дало осечку. Где эта тварь? Я убью ее за соответствующее вознаграждение. Мы думаем, что она живет на севере отсюда. Это все, что нам известно. Так что выслеживать чудовище до самого его логового тебе придется самостоятельно. У нас есть могущественный магический амулет. Мы дадим его тебе в награду за избавление от монстра. Но я не могу сказать, какими силами этот амулет обладает. Его никто не смог идентифицировать. Парукам, сэр. Так. А можно уже на север, а? Непонятно. Как я отсюда на север попаду через воду? Где-то тут оно тусуется, да? По воде или что? Ну, не ясно немножко. Вот тут я не прохожу. Ну, давайте я... Давайте прочитаем задание. Так. Хочешь, чтобы убили ведовское чудовище? Ну, фиг его знает. Сказал, на севере. Тут просто полуостровок есть. Мы можем так вот пересекать вброд? А, можем. Все, нема пытания. А, убьем чудовище сразу. Что там оно? Может противопоставить сэру Джереми? Сейчас там дракон 50-го уровня и сэр Джереми. Тут можно, кстати, проникнуть. Заперто. Для сэра Джереми никогда не заперто. Проверим чудовище. На вшивость. Так. Только сэр Джереми тут надо не выпендриваться, наверное, на этих островах отчаяния. А я не могу перейти. Хорошо. И приготовить быстроту огня заклинания. Сэр Джереми, куда бежишь? Так вот, заклинание пошло. И, наверное, сразу призвать Берримора. Эх, верный Берримор. Призвитесь же. Я еще и умеренно обнадежен грузом. И что я могу сделать? А мне отхочется подобрать. Вижу дерево впереди. Куда мы идем? Фиг его знает, где это чудовище. Ну, давайте пройдем чуть-чуть. Это выход с карты. Так. Мы к морю тут должны выходить, наверное, ребята. А, да тут огромные эти острова отчаяния. На севере отсюда. Я даже не знаю. Ну, поищем, поищем. Вот я вернулся на карту. Происходит обыск. Опять я выхожу на карту местности. По пляжу пройдемся. По вот этому пляжу надо. Надо это все обыскать. Может, оно где-то тут. То есть, вдоль пляжа проходим. Ну, он сказал на севере. Может, имеется в виду, надо на общую карту выходить. Может, нет. Я этого не знаю. Поэтому я проверяю самостоятельно. Нет, я не вижу никаких чудищ. Мы же решили обмануть простака. Ну, не знаю. Если так, то сэр Джереми отомстит. Пока что нету чудища. Не знаю. Давай карту на север чуть-чуть пройдемся. Так. Ничего нету. Тут, конечно, пустоши капитальные. Ребята, еще севернее возьмем. Никто не нападает. Логово не обнаружено. Никакое остров отчаяния. Сюда. И сюда куда-то. Дом Максимилиана. Ну, вряд ли это дом чудовища. Ладно. Я найду все-таки чудовище. Тем более, рассверло хорошо. Мы его, в конце концов, найдем. Может, за кадром буду искать. Потому что тут целая локация. Непонятно, где чудовище. Но пока день, то можно тут затусоваться. Стражник, сэр. Так. Моя бандитка. Позвольте осведомиться, что девушка вроде вас здесь делает. Меня зовут Синтия Бокс. Я здесь вроде вас. Люди, которые придумали этот ад для тех, кто отказался адаптироваться в их общество. Он пренебрегает возможностью возникновения потомства у осужденных. Это возмутительно. Его прожили здесь всю жизнь. Да, жизнь была не так уж плоха, в общем, пока прошлым летом не умерла моя мама. Она берегла меня от всего плохого. С ее смертью со мной стали плохо обращаться и воспринимать как всеобщую собственность. Не. С этим можно что-то сделать? Оглядываться по сторонам, выискивая кого-нибудь, кто может подслушать разговор. На этом острове есть племя кочевых женщин, сбросившие оковы гнета тех мужчин, которые навязали им свои порядки. Если у меня получится сбежать отсюда, я уверена, что они позволят мне присоединиться к ним. Чем я могу вам помочь, мэм? Если вы поговорите с их лидером, Лорией, они могут прийти и забрать меня отсюда. С удовольствием помогу вам, мэм. О, да, благословят вас боги. Показывают мне место на карте. Племя здесь, насколько мне известно. Кроме того, возьмите этот белый шарф и обмотайте его вокруг головы. Если они увидят мужчину без шарфа, то сразу нападут на него. Откуда вы все это знаете, мэм? Мама бывала рассказывала мне историю об этих женщинах, когда я была маленькой. Она говорила мне сбежать отсюда и жить с ними, если с ней что-то случится. А почему вы просто не уйдете? Мне не разрешают покидать лагерь. Раньше я пыталась, а они всегда меня ловили, а потом наказывали. Начинает рыдать. Какой ужас. Я правда очень жаль, мэм. Я вытащу вас отсюда как можно скорее. Ну, по крайней мере, попытаюсь. Да, живут они тут, конечно, капец. Ладно, дом номер 2. Стража ходит. Какого уровня? 27-го? Хо-хо-хо. Так, полуорг-бандит. Да, что могу для тебя сделать? Сэр, ваше имя? На этом острове меня знают по имени Нориан, ни больше, ни меньше. Рад знакомству, Нориан. Чем вы занимаетесь? В основном пытаюсь себя сдерживать. Когда я этого не делаю, я варю чуть-чуть картофельный самогон. Картошка практически единственное годное растение, растущее на этом богом забытом острове. Наверняка чрезвычайно востребован. Не говори, паренек. Но это настолько много, чтобы можно было совсем забыться. Не настолько много. Мой маленький бизнес сделал меня здесь популярным. Большинство местных приходят сюда, когда им есть что обменять. Короче говоря, у меня есть работенка, если тебе интересно. Что за работа? Несложно. Приторговываю с одним стариком по имени Максимилиан, который живет в глуши за пределами поселения. Старый Макс парень неплохой, но опасный. Часом не отсылка к безумному Максу, потому что пусто, что тут такая, а? Понимаешь, о чем я? Задолжал ему за две недели кувшин картофельного самогона, но со всеми этими исчезновениями людей снаружи мне как-то страшновато выходить из поселения. Кто пропадал? Стражник у ворот, но он говорил, что монстры, да? Боюсь относить самогон. Короче, я смогу тебе помочь. Я как раз ищу монстра, чтобы его одолеть. Ты храбрый, если и решишься встречаться лицом к лицу с неведомым. Старый Макс, может, даже вообще помер. Но я все равно не хочу его злить. Если ты отнесешь ему этот кувшин, дам тебе личный кувшинчик напитка. Ты представь себе, не можешь, насколько хорош картофельный самогон Нориана. Я это сделаю и вернусь к тебе. Великолепно. Держи самогон. Здесь живет Максимилиан. Скажи ему, чтобы дал тебе записку, подтверждающую получение самогона. Ты ее принесешь обратно, я дам тебе личный кувшин. Сейчас же ухожу. Еще задание получено. Белый шарф и где бутылка? Картофельный самогон. 20 тонн весит. Да. Дом номер 3. Так, никого. Сейв сделать на всякий случай. А это что такое? Какая-то дыра у них тут. Ребята, котлован вырвали посмотреть. Наверное, это выгребная яма. Тут еще кто-то стоит бандит. Бандит. Что такое? Здравствуйте, сэр. Ваше имя? Одет тряпье, но обвешен с головы до ног всякими маленькими предметами с самыми разнообразными поприкушки. Я Джон. Джонс Собиратель, так меня зовут. Сталкер тоже, да? Почему вас называют Собирателем? Потому что я этим занимаюсь. Собираю предметы, возможные вещи, всех форм и размеров, вкусов и цветов. Если штука есть на острове, она должна быть у старины Джонса. Понял, парень? Лучше, чем Джонс Собиратель, никто не знает, как добывать вещички. А может ты еще и торгуешь, Джонс? Как думаешь, дыхание огра пахнет его вчерашним уловом? Торгую ли я? Торговал дольше, чем ты задавал тупые вопросы. Джонс смеется, похлопывая себе по колену. При каждом движении навешанные на нем побрякушки звенят и бряцают на всю округу. Я не шучу, парень. И да, я знаком с торговлей не понаслышке. Какие вещечки ты заимел в последнее время? О да, все, что вынесло прибоем на берег. Старые вилки, ржавые трубы, иногда туфли да ботинки. Ищешь обувь? У меня есть такая обувь, что ты глазам не поверишь. Эти тебе по размеру не подойдут. Ну вот, глянь, подожди-ка. Он что-то вспоминает. Ты же тут новенький, да? Хочешь поискать здесь что-нибудь, а потом поторговать? Возможно, что ты имеешь... Я вообще-то ищу дворфов. Может, поможешь мне чем-нибудь? Тебе надо дворфов. Никто здесь тебя ничего не поменяет за дворфа. Джонс начинает безудержу гоготать. Ха-ха-ха, прости, парень, но было очень смешно. А вот и нету, Джонс. Ты видел же дворфов? Быстро затекает. На острове только один дворф. И это Торвальд, два камня. Он тут ведет все дела. Его дом в северной части города. Спасибо, Джонс, еще вопрос. Конечно. Собиратель, работу. Последние пару месяцев пытаюсь найти кого-нибудь, кто пройдется по берегу тени. И там действительно есть что-то странное. Как мне рассказывали, кучища вещиц, которые представляют для меня интерес. И что-то странное, что там такое. Парочка увлекающихся магией. Они говорят, что в пределах их слышимости, на того места их заклинания не работают. Мы читали об этом в книге. Есть нечто, что просто не соглашается с магией. Кроме того, старина Дитрих принес мне оттуда оружие, подобное, которому я раньше никогда не встречал. Я бы и сам туда сходил, но говорят, что место буквально кишит монстрами. Что ты мне предложишь, если я туда схожу? Принеси-ка мне несколько предметов с берега, если среди этого кажется что-нибудь стоящее. Я обменяю свое оружие, о котором я тебе говорил, на найденные тобой вещички. Бог свидетель, ни черта не могу с ним сделать. Меня устраивает, скоро вернусь. Показывать место на карте. Удачи тебе. Не могу дождаться увидеть, что ты там накопаешь. Уж мне пора. Так. Бандит. Перед вами стоит тощий поклятий шрамами старик. Смотри, осторожнее, парень. Слабакам тут делать нечего. Может, тебе лучше вообще мимо пройти. Прошу прощения за беспокойство, сэр. А могу я спросить, кто вы? Не, не можешь. С твоими-то дворянскими манерами здесь тебе нечего делать, сопляк. Я бы посоветовал тебе поискать другое место, чтобы там строить из себя кретина, отворачиваться от вас. Ладно, я покидаю вас, сэр. Вот и правильно. Не возвращайся, пока не выбьешь из себя это твое дворянское дерьмо. Посмотрите на него, ребята. Не знаю, чего зависит. Может, надо уродом быть? А может, надо быть злым? Непонятно. Дом номер 4. Я пока что тут заваруху не собираюсь устраивать. Но, в конце концов, это, возможно, придется. Пологр Стражник. Но этот нахамил. Гарри Хозяин Ямы. Слышишь, это первый претендент у нас. Пологр. Я кому-то понадобился? Мне сказали поговорить с Огдином. Я Огдин. О чем ты хочешь со мной поговорить? Мне нужно найти... Ты знаешь, где я могу найти клан Черной Горы? Это дворфийский клан, так ведь? Да. Здесь ты их не найдешь, а лучше поищи в горах на материке. Ты видел дворфов? Он единственный дворф, который живет в этом ужасном месте. Торвальд. Некоторые говорят, что он предводитель заблудших душ на этом острове. Расскажи мне подробнее о нем. Он живет здесь очень долго. Дольше, чем кто-либо. Может быть, он сможет ответить на мои вопросы. Что значит, некоторые говорят, что он предводитель? У нас тут нет полноценного правительства. Ни в каком из проявлений титулов ее тоже нет. Слышь, умный Огдр какой-то такие слова знает. Торвальд тот, кому обращается, когда надо понять, что делать дальше. И опять-таки, не все обращаются именно к нему. Где его найти? За этими дверьми. Только очень немногим избранным дозволено видеться с ним. Я должен отфильтровывать приходящих. Без обид, но для Огра ты как-то слишком четко выражаешь свои мысли. Без обид, так без обид. На самом деле, я Огра только наполовину. Но я не общался со своими родителями, поэтому ничего не могу сказать о своей генеалогии. Ты не знал своих родителей? Да, у меня странные отношения с прошлым. Я помню только некоторые вещи. Какие, например? На самом деле, все это очень странно. Насколько я помню, меня выращивали в месте, где были только наполовину Огра. И что в этом такого? Очень редко у людей Огров бывают какие-то близкие взаимоотношения. Чаще всего такое спаривание происходит насильственно. Если бы прокатилась волна изнасилований, совершенных Ограми, газеты пестрили бы заметками об этом. Мне так показалось, что очень многие городские гномы используют слуг полуогров. Теперь, когда ты упомянул об этом, и мне это кажется несколько странным. Я сам провел достаточно много времени, прислуживая весьма высокопоставленному гному. Ты всю жизнь работал на гномов до попадания на остров? Не, в раннем детстве я работал в типографии, с раннего утра и до позднего вечера. Потом я попал на какой-то склад, где мне даже давали пару часов на отдых, а потом снова работа. Удручающе. Сколько времени ты там работал? Уже не помню, сколько я работал в этой жалкой конторке. Меня случайно спас какой-то зажиточный гном. Он заплатил моему хозяину какую-то сумму за неудобство. Теперь я понимаю, что это была просто торговля людьми. Я работал на мистера Чаплина, пока меня не сослали сюда. А почему же тебя сослали? Мистер Чаплин не хотел, чтобы дикать прислуживал его гостям. Поэтому он нанял для меня репетитора. Я не знал, что люди могут быть добрыми, не знал, что такое доброта, пока не встретил ее. Она учила меня три года, пока я не начал задавать слишком много вопросов. А что случилось потом? Чем больше вопросов я задавал, тем больше нервничал мистер Чаплин. Как-то раз утром в дом пришел в констебель и увел меня. Я больше не видел мистера Чаплина. Моя судьба была мне неизвестна, пока я не оказался на корабле, плывущем сюда. Так почему тебя сюда сослали? Люди не любят, когда их собственность задает слишком много сложных вопросов. А поскольку он был влиятельным гномом, ему ничего не стоило отправить меня сюда. Видимо, я был сочтен потенциальным агитатором рабочих. Ого! Мне тебя жаль. Ты позволишь повидаться с Торвальдом? У меня есть одно очень специфическое правило, но я следую ему неукоснительно. Никто не войдет, не доказав свое право на поле битвы, так сказать. Поле битвы? Поле битвы в данном случае будет яма. Варварский, но эффективный способ для отсева нежелательных элементов. Яма? На этом острове совершенно нет развлечений, поэтому люди находят себе такое вот дикие утехи, типа боя в яме. Похоже, это не совсем обязательное условие, так ведь? Я не возражаю против этого правила, оно облегчает мне работу. Просто я не очень люблю такой способ развлекаться. Ты больше ценишь это вроде хорошей книги, да? К несчастью, да. Почему к несчастью? На острове очень мало, много, не очень много книг. Что хорошего бы в любви к книгам, если их нигде достать? Ну, плохо. И что, битва в яме единственный способ повидаться с Торвальдом? Боюсь, что так. Пускай поговорить про битву. Где поговорить с Горином, хозяином ямы, и он устроит битву, если захочешь. Хорошего дня. Книгу непонятно, где ему доставать тут на острове. Так. А вот с этим мы говорили, это претендент номер один у нас на этот. Можно всех выпилить, силовой метод, еще никто не отменял. Сэр Джереми, подожди всех выпиливать, это успеем всегда. А тут клетки у них, или это, может, сторожевой пост, непонятно. Дом номер Н. Никого нет. Торговцев тоже нет, а тут были. Ну и идти по приключениям делать квесты или идти в яму. Давай поприключаемся немного. Торгово поприключаемся. Потому что, вот интересно про пляж, интересное задание, интересное задание. Надо выйти только на карту, наверное. Пляж, часом, кстати, не здесь. Да не, было бы слишком просто. Смотрим. Женский лагерь, берег теней, дом Максимилиана. Давай для начала к Максимилиану. Так. Только засейвиться надо, там дикое чудовище может быть. Сейв. Сэр Джереми. Магию приготовим. И зайдем. Знатный мужчина. Здравствуйте, вы не представитесь, сэр. Человек перед вами стар, но по-прежнему силен, держит себя с достоинством. Он осматривает вас с головы до пят, пытаясь понять, что вы собой представляете. Меня зовут Максимилиан. Очень приятно. Можешь задать пару вопросов, конечно. Нориан просил передать вам кушин самогона. Правда, я смотрю, Нориан не хочет лишний раз отрывать зад, чтобы принести мне его самостоятельно. Но я не могу его винить. Дикие пустоши не то место, из-за которого стоит рисковать своей головой ради кувшин алкоголя из картошки. Спасибо, странник, я ценю это. Он, разумеется, хочет расписку? Конечно, держи. Дает вам бумажку. Пару вопросов, сэр. Что вы тут делаете? Это мое дело, друг. У острого чая на не место для расспроса в чем-то прошлом. Советую тебе заниматься своими проблемами. Возможно, вы могли бы посвятить меня в свои уголовные замыслы? Подходит к вам на шаг ближе. Что? Ты намекаешь на то, что я преступник? Ты ничего обо мне не знаешь, парень. Советую пересмотреть свои слова. Я не из тех, кто терпит оскорбления. 45-й уровень, кстати, ребята. Я не хочу проблем. Если вы не преступник, то кто вы? Я сказал уже, не желая об этом говорить. Особенно с обитателями этого богом забытого острова. Никто из вас никогда не поймет того, что я пережил. Вы абсолютно правы, сэр. Мне тоже пришлось через многое пройти. Без обид, молодой человек, но ты не имеешь ни малейшего представления о моей жизни здесь и о том, какой она была раньше. Не сомневаюсь, что ты был высушен здесь из-за какого-нибудь злодеяния, кражи или убийства. Вы все одинаковые. Вообще-то я здесь по собственному желанию. Никто не оказывается на острове по собственному желанию. Мы все здесь пленники, и пленниками мы останемся. Почему вы допускаете, что знаете меня или мою историю? Выглядит настолько удивленным, он оглядывает вас пронзающим взглядом, что-то переоценивая для себя. Верно, прости мою близорукость. Без сомнения, у тебя есть нечто ценное, личное. Возможно, нам все-таки есть о чем поговорить. Это было бы замечательно. Расскажите о себе, Максимилиан. Быть может, сейчас это правильное время для рассказа, но прости меня за мою некоторую осторожность. Я провел много лет здесь, в глуши и одиночестве. Могу я попросить тебя рассказать о себе, прежде чем я начну? Разумеется, это началось не так давно. Долгое время молчит, затем... Похоже, в могильные времена пришли в Арканум. И каким-то образом ты впутался в эти дела. Вы храброй душой, сэр. Не многие смогли бы сделать то, что сделали вы. Храбрость и мужество позволяют мне действовать именно так. Хе-хе-хе-хе. Вы даже не представляете, сэр, как мне приятно слышать такие благородные слова. В былые годы я полагал, что больше не осталось никого, кто знает истинное значение этих слов. Так и перед тобой же джентльмен. Максим Меллиан, ваша история. Да, много времени прошло с тех пор, когда кто-то знал мою историю. Скажи мне, друг, ты что-нибудь знаешь о королевстве Камбрия? Австралиц Дэнхольме и Первом Короле. Да, слухи доходили, приходилось там бывать. Понятно, Камбрия, о которой я говорю, это абсолютно другая страна. Совершенно не похожая на то, чем она теперь является. Я говорю о временах, когда Камбрия была могущественным королевством. Когда эльфы и дворфы приходили к ее стенам, чтобы заплатить дань ее королю. Когда знамена знаменитых лицарей и дракона повсеместно уважались и были предметом страха. Она далеко не такая, сэр, как вы ее описываете. Без сомнения, теперь Камбрия лишь тень своей бывшей славы. Давно прошел тот день, когда ее судьба была предрешена. День, когда технология стала соперником магии, когда старые пути сменялись новыми. Что произошло? Камбрия сопротивлялась этим переменам. Да, неистово, мой тогдашний король Торрен был мудрым и храбрым человеком. Он избрал свой путь. Торрен был выкован из металла и камня. Был решительным, но не гибким. Ему не удалось видеть, что Камбрия нуждалась в росте, в изменении. И он пошел на то, чтобы принять закон, объявляющий запрет на использование технологии на его землях. И принял свой правящий совет магов-советников. Годами Камбрия была очень сильной и влиятельной. Но это был только вопрос времени. И что же случилось? Ну, Камбрию перегнали в торговле и в мощи. Когда могущественный Торрен потребовал освободить некоторые спорные земли, Камбрия получила жестокий урок. Армии были разбиты. Рыцари и драконы погибли под оружейными пулями и ядрами. Слава старых дней была потеряна. И что, король Торрен, что с ним случилось? Ему завалили. Он повел рыцарей и драконов в свою последнюю атаку, был застрелен, как какой-нибудь самый обычный солдат. Непоколебимый, храбр до конца. И как это все на вас повлияло, Максимилиан? Он приходит в себя, снова оглядывая вас. Со смертью Торрена пришла борьба за власть. Были те, кто считал, что Камбрия должна осветить новую эру, чтобы найти лучший путь и сделать ее опять могущественной. Make Камбрия great again, да? Но другие так не думали. Да, некоторые люди не могут увидеть ответ, даже когда он лежит прямо в лице мертвого короля. У Торрена было два сына. Старший верил в новые пути, а младший ни во что не верил. Таким образом, совет магов, которые организовал Торрен, применил свое влияние и оставил на трон младшего сына. Сэр, разве по правилу престола наследования не старший сын должен был занять трон? Да, но в погоне за властью люди, бывают, создают много зла. Совет магов, который контролировал младшего сына, привел ложные свидетельства против старшего сына, обвинив его в государственной измене. Его забрали ночью и отправили гнить в тюрьме до конца своего дней. Старший сын, боже мой. Да, странник, старший сын, это я. Я был отправлен сюда моим собственным братом, королем Камбрии Претером Первым, и я нахожусь здесь с тех самых пор. Не знаю, что сказать, у меня даже нет слов. А слова и не нужны, друг. Ты сделал достаточно, выслушав мою историю. Я примирился со своим прошлым. Жизнь здесь на острове жестока. Но человек учится жить сам собой, принимать то, что преподносит ему судьба. Это несправедливо, а возможно я смогу доставить вас домой. Нет, мое время в Камбрии давно прошло. Мой брат живет, и я уверен, что он заплатил надлежащую ему цену. Он свихнулся. Он был молод и глуп, но если ты король, жизнь не прощает старых греков. Но Камбрия ведь может королевство все еще нуждается в вас? Смотрит сначала на вас, а затем перемещает взор на запад. Знаешь, я все еще чувствую их каменные стены Дернхольма. Размашистые холмы и долины. И марш у рыцарей дракона, выдвигающихся на сражение. Иногда я просто забываю, где я. Жаль, Данте не дожил до этого момента. Может быть, он вклинился бы в диалог, ребята. Возвращаемся туда со мной, Максимилиан. Еще не поздно. Вашего брата вольнем. Возможно, я попрошу тебя кое о чем, приятель. Капитан рыцарей дракона, человек по имени Уоррен Пелдар. Он был моим единственным настоящим другом. Если он еще жив, скажи ему, что я здесь, и для меня будет большой радостью встретиться с ним. Я узнаю о Уоррене Пелдаре, рассказать ему о Лиане. Печаль проходит по его лицу. И так мой старый друг мертв. Я буду скучать по нему. Но это Лиана, его дочь. Ты так сказал? Скажи мне, какая она? Она воин, как ее отец. Лиана, по-моему, в первом домике. Мы когда зашли в Камбрию, в Дернхольм, то она рассказывала нам как раз таки историю про битву, и как в этой теории царей дракона погибли. Она воин, как ее отец. Понятно. Быть может, у Камбрии все еще есть горящее сердце. Если желаешь, сходи к Лиане Пелдаре и скажи ей, что я здесь. Кто знает, чему это приведет. Ты видишь его тяжелый взгляд? Гордый взгляд. Я сделаю это, Максимилиан, клянусь вам. Я был бы очень тебе признателен за это, друг. Удачи тебе, куда бы приключения тебя не занесли. Прощайте, Максимилиан. Прощай, друг. Возможно, однажды мы встретимся. Меня интересует чудовище. Он ничего не хочет говорить про чудовище. Мы получили очередное задание. Что там насчет чудовищ, которые на севере? Непонятно, ребята. Просто непонятно. Непонятно, где чудовище. Вот тут анима. Тут анима. Тут пустыня просто. Ладно, сохраняемся. Дуем в следующее задание. Это у нас берег теней. Может, и там как раз чудовище. Говорят, магия не работает. Ну, посмотрим. Проверим это сразу или нет? Проверим мы, накастуя быстроту огня. Магия работает. Тут у нас разверленый кабан 6 уровня. Будут нападать. Будут нападать. Но опасности не представляют, потому что сержи представляют. Немножко. Шибанем фаербол. Получает очень сильно. Готовы оба. Оп-па-па, я вижу уже чудовище, ребята. Череполом 30 уровня. Ну, метаю. Не могу попасть. Магия тогда применим. По 9 здоровья снимаю. Ко мне, по-моему, капец. Очень мало ему снял. Сейчас он меня как валит. Оп-оп. На Кинг-Конга похож вообще. Я начал смотреть новый Кинг-Конг и выключил. Потому что не понравилось мне. Так. Безделушки надо подбирать. Пауки тут? Господи, только не это. Противный. Ужасный паук 15 уровня. И Большой Паук 7. Начнем что-то с ужасного. Получи сюда. Мерзкая тварь. Фу, как противно. Большой Паук тоже готов. Пауков. Так. Ману надо пить. Две маленькие выпью. Вещей не вижу. Тут интересные весьма вещи. Да. Письмо какое-то лежит. Схема. Старинная шерстерня. Вижу пауков. Они там бегают. Схема забираем. Непонятно, какие предметы надо конкретно забирать. Но паука я к себе не допущу просто. Чтобы он ко мне подошел. Потому что я ненавижу пауков просто. Сзади один крадется. Фу, какие противные ребята. Фу. Так. Этот готов. Готов. Хорошо. Задание обновилось. Это понятно. Это заданий много взяли. Пособирать для него каких-нибудь предметов сберега теней. Если ему понравится что-нибудь, он даст взамен какое-то супероружие. Старинные карманные часы могут ему понравиться. Слабая лечебная снадобие. Это мое. Старинная нить накала. Еще схема. Ну и больше предметов вроде бы нету. На вскидочку так. А, ребята. Схема. Схема. Я выучил пистоль броневика. Ну зачем я выучил? Можно было их... Я не буду ими пользоваться. Их надо мне продавать. Не... Не, не погасило. Нормально. О, еще старинная какая-то фигня. Подзорная труба. Вот это может ему пойти, возможно. Я пытаюсь искать предметы, ребята, честное слово. Не всегда это получается. Ну, ужасных тварей больше нету. А ходит еще одна. Сержерами надо валить ее. Слушайте, на 30 уровень черепа вам это серьезная заявка. Так. Подходит. Надеюсь, не успеет произвести удар. Не успевает. Готово. Опыта за нее, наверное, наваливают капитально. 3.511. Скоро уровень. Хорошо. Следующий черепа лома. Нельзя на него нападать без маны. Опа. Он сорвался. Опасно. Раз, два, три, четыре, пять. И... Это шесть, наверное. Да, по полторы тысячи опыта дают. Давайте уровень возьмем. Еще одного можно поискать. А предметы искать, а не черепа ломов. Я, по-моему, и так перекачанный. Хотя, может быть, 30 уровень не сильно я перекачан. Вот следующий. Сержерами. Банку. Получите. Конг. Остров черепа, да? Подходит. Хоть бы не ударил. Уровень. Да, по полторы тысячи опыта, ребята. Наваливают за них, конечно. Это очень круто. Что брать? Ловкость, телосложение, интеллект, я не знаю. Даже восприятие нет. Метание эксперт. Можно сюда пойти. Или в магию пойти. Я в ловкость, наверное, пойду. Силы хотел взять. Ловкость я иду. Параметр достиг своего максимального значения. То есть, что не имеет смысла поднимать теперь неловкость, а? Потому что у меня эти перчи. Выше 22 не подниму. Я могу вот так вот поднять. А будет 23 или нет? Или не имеет смысла, имея такие перчи? Но потом будут крутые перчи. Но можно телосложение поднять. Оно у нас явно разогнано. Или экспертом метания стать. Нам предстоит бой на арене, ребята. И тут я могу? Мне надо ловкость 18. Да. Честную. Что мне еще там ловкость поднимало? Заклинание. Сейчас у меня 16. То есть, я в метание не могу войти, честно. Я в телосложение войду, наверное. Повысит энергию, сопротивляемость к отравлению. Не так она хорошая, достаточно. Но я в метание вот без абуза не могу. Я хочу личную свою ловкость 22. Это еще 4, 5, 6 уровня еще надо туда. Ребята. Мангию поднять. Уклонение можно поднять. Ловкость нужна 12. Почему нет? Давайте возьмем уклонение. На всякий случай. Потому что тоже предстоит такие драка на арене. В яме, точнее. Ловкость успеем разогнать. Можно с этими перчатками ходить всю жизнь и с заклинанием. Но сейчас ловкость 18 у меня. С помощью перчаток. Заклинание. В принципе, да. Этим можно нивелировать действия и ходить с заклинанием. Ну, допустим, ему понравятся эти вещи. Попробуем. Только я чудовища не могу найти. В женский лагерь еще надо сходить. Давайте эту повязку отняли. Сходим в женский лагерь. Да. Может, чудовище как раз нарвется на нас. Я не вижу чудовища вообще. Так. Ух, какие тетки, ребята. Полуорчиха-бандитка. Что привело тебя в наше племя, мальчик? Где ты взял повязку на голову? Мне дала ее одна несчастная девушка, которая хочет к маме присоединиться. Почему же она сама не пришла? Она не может сбежать из поселения на юге. Нам не нужны те, кто не могут о себе позаботиться. Что, вы просто бросите ее гнить там? Видимо, ты не понял, где находишься. Посмотри вокруг. Это пустоши, которые поглощают всех, кто не подготовлен к таким условиям. Так что в том поселении она, по крайней мере, находится в безопасности. Мы не можем себе позволить принимать кого-то, кто сам нуждается в помощи. И что я должен ей сказать, что вас не волнует ее страдания? Я сочувствую ей, но здесь чувства не означают вообще ничего. Я могу дать тебе этот старый пистолет. Отнеси его ей. Это, по-моему, старый ржавый револьвер. И скажи, что если она действительно хочет присоединиться к нам, то пусть использовать его по назначению. Напасть на охраняемое ворота с этой пукалкой равносильно самоубийству. Лучше уж умереть сражаясь, чем прожить всю жизнь в мучениях. Она застрелится, наверное. Такого 25 уровень. Не думаю, что будет ей легче от этих слов. Такова жизнь. Ты еще хотел что-нибудь? Ну, расскажи свою историю тогда. Не буду обсуждать с чужаками. Покидаю вас. Петлями их можно вынести. Они вообще ни о чем, судя по всему. Но подругу теперь придется самостоятельно вытаскивать, да? Ребята, давайте отступим. Оденем шлем. Я не могу понять, где чудовища находятся. А я хочу его победить. Я хочу победить чудовища. Опа! А вот и чудовище. Паучиха-охотница, 15-й левел. Не подпустить. Не подпустить, сэрджерами. Сандаль. Так, ну магия работает. В пустошах. Этих уработал. Ничего они мне не сделали. Кот мяучит, ребята. Сейв. Кота надо запустить. Совершить запуск кота. Кот запущен. На кухню. И... Предоставлен сам себе. А мы... Регеним ману. Наверное, возвращаемся пока что в уголовные колонии. Ну монстра будем... Стоп, 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 стоп. Не допустить. Малый паук. Вот так вот. Не допустить никаких инсинуаций. Вот, что паук тоже готов. И малый паук. Сэрджерами, надо попасть. Попадаешь. Хорошо. Все. Я уже перепугался, что... Опасная близость. У нас опасная близость с пауками. Ну что-то чудовища я не вижу. Никаких-то... Непонятно, где они тусуются. Надо, наверное, еще раз север проверить. Сэр, вы дезинформировали меня? Женщин-качевницы. Нахальные девки не хотят иметь ничего общего с нашим небольшим островком цивилизации, который мы здесь выстроили. Слишком хорошо, чтобы прислуживать нам. Но так они считают неблагодарные. Не хочу это спрашивать. Вопрос. Срочно нужно идти. Ну что, мэм, плохие новости. Синтия-бокс 20 уровня. Вернулся, чтобы помочь тебе сбежать. Ага, надо то есть самостоятельно. Ну, ребята, подождите. Не надо с этим спешить тоже. Давайте самое простое. Это кувшин отдадим. Что тебе на этот раз от меня нужно? Привет, Норман. Минутка. Отнес Максимилиану картофельный самогон, подтверждающая записка. Мы ее не прочитали, ребята. Надо прочитать ее обязательно. Получил картофельный самогон. Точка. Подпись Максимилиан. Хе-хе-хе-хе. Так, ты сделал это. Очень рад. Ценю твою помощь, друг. Вот тебе личный кувшин картофельного самогона. Удачи тебе. Я пойду. Задание выполнено. Ну, не знаю даже. Может, его можно использовать. Тут подпоить охрану, например. Как стражники тусуются. Что могу для вас сделать? Итак, вам нужна моя помощь. Давайте вещи посмотрим. Может, труба понравится Джонсу. Отлично. Минутку, Джонс. Нашел на берегу кое-какие вещички. Так, старая шестерня. Будем меняться? Да, хорошая сделка. По рукам возьму эту штуку, а ты можешь взять себе оружие. Я рад был вести с тобой дела. Все, все задание. Оружие выдал. Ну, древняя оружейная рама нам, да? Ты что, шутишь, Джонс? Парень, да и ты сам отказался от личного собирателя. Морат имеет с тобой дело. Бочка закрытая. Ну, такое, ребята. Древняя оружейная рама. Схема. Это задание тоже выполнено. Так. Что, в яму? А, тут вечером нельзя. Слушай, может, с тобой еще можно? Окр переговорить. Пару вопросов. Другие дворфы, кроме Торвальда? Нет. Еще вопрос. С Голеном хозяин устраивает битвы. Так и поступлю. Надо ждать битвы. Сейчас ночь, сейчас можно женщине помочь. Но, можно вообще их всех на себя сагрить тогда. Потому что вы сами знаете, какой стелс-мастер из Сэра Джереми. Вернулся, чтобы помочь тебе сбежать. Рискуем. Вы говорили с Лори, они придут меня забрать отсюда. Они ничего не будут делать для тех, кто не сможет сам себе помочь. Выглядит подавлено. Полагаю, неправо. Мне самое нужно избавиться от своих оков, если я рассчитываю на радушный прием в их поселение. Надо выбирать. Прошу, разреши мне помочь тебе одной опасно идти в их лагерь. Вы сделаете это для меня? Благодарю вас. С почтением принимаю ваше предложение о помощи. Так. Следуй за мной. Держи реводвер, который Лори опросила тебе передать. Спасибо вам, сэр. Не стоит благодарности. Она с нами. Синтебокс инструкции. Будем меняться. Меняться. У вас пули. Десять штук. Платье. И медальон Синтебокс с изображением какого-то дядьки. Ну, не знаю. Возьмите бутылки две. Как ее вывести теперь отсюда, ребята? Непонятно. Наверное, надо стелс включать. Перемещаться скрытно. Это может немного... Они все на меня смотрят. Так. Мы пойдем сквозь окно. Что вы думаете, сэр Джеремин? А, тут еще охранник. Посмотрите. Мы тут с ней... Мы ее используем. Он подумает, что мы ее используем. А тут ее можно вывести. Я думаю, нет. Тут опасно. Палевно. Та-та-та-та. Спецоперация. Закрыто. Когда это было проблемой? Сэр Джеремин быстро заклинание примените решительно. Оп-па. Открыто. Быстрее, мэм. Что-то не хочет вылазить. Вылезла. Все, задание выполнено. Интересно, на меня нагрится? Что там такое у нас в дневнике? Просила помочь. Все, выполнили. Так. Не, вас в лагерь надо привезти. Интересно, эти амазонки завалят Синтью? Не знаю. Или можно с ней, в принципе, ходить. Но тут только инструкция. Отойди в сторону. Она, то есть, не напарник. Синтья, идем на север. Опасно, потому что говорили, тут чудище. Я тут пройти не могу. Не могу выйти на карту. Ну, может быть... Это мне, конечно, амукнется. Но сэр Джереми не может девушку в беде оставить. Вообще, ее надо на Большую Землю забирать. Выход на карту. Попробуем ее провести. Я не знаю, что будет. Ну, и заодно чудовище поищем, Синтья. Чудовище не видели, а? Где же оно может быть, ребята? Ну, еще вот здесь может быть. Ну-ка, давай, сэр Джереми, решительно направимся вот в эту сторону. Но нету чудовища. Может, оно ночью приходит, кстати. А мы ночью были здесь. Мы тут были ночью. Я не вижу чудовища, честно говоря. Мы можем пройти немного вперед. На север строго. Ну, вот чудовищ никаких. Ну, Синтья, хотите сбегать, то придется вам проследовать за мной в поиске чудовища. Напоминает сильно это задание из Моровинда. Там, где надо было рабыню проводить. Хе-хе-хе. С лунным сахаром в пузе. Зашитым. Или где там это было? Не, нету чудовища. Ладно, давай в женский лагерь ее ведем. Не могу почему-то, ребята, везти ее. Не могу ее везти. Поменяемся. Почему-то не могу я на глобальной карте с ней тусоваться. Проход заблокирован. Надо найти мост. Какой мост? Вот так вот мы идем. Начинается. Мост. Вывели и все, в женский лагерь. Нападение. Стреляй туда, Синтия, по пауку мерзкому. Жестный паук. Синтия промахивает своего маража. Придется показать магию Синтия, чтобы вы никому не сказали, что вы видели здесь. Как Джереми Пердингтон использует магию. В женский лагерь проходим. Пришли. Шапку одеть. Проклятую. На всякий случай. Все, привел. Что тебе надо еще? Это та самая женщина, которой я тебе говорил. Хочет присоединиться к вам. Благодарю тебя, что помог ей. Хотя я не уверена, что вся эта затея в ее интересах. Как я тебе уже говорил, она погибнет, если не сможет здесь позаботиться о себе. А ты та еще шутница, а? Ладно, позволишь присоединиться? Да, может остаться с нами. Подруга, прими мою искреннюю благодарность. Спасибо, что привели меня сюда. Я никогда не забуду вашей помощью. Ну, все, вам удачи. И что они с ней сделают? Непонятно. Благодарю за помощь. Спасибо, что привел сюда Синтию. Что ты хочешь? Что ты хочешь? Что такое? Ае? Задание выполнено. Возвращаемся. И сейчас на меня получится весь лагерь, да? Ребята. Ну, непонятно. Где еще можно поискать чудище? Вряд ли здесь. Надо его искать на севере. Так, стражник, не будем на сей раз говорить. У меня вроде все окей. Никто не агрится. Да что? Никто ничего не заметил. Сэр Джереми сработал как надо. Давайте тут подождем молодого человека и вступим в бой на арене тогда. В таком случае. Ждать до утра. Когда там встает повелитель арены, а? Повелитель ямы. Так. О, вышел уже. Посмотрите на него. Ну-ну. Ха, неужели я мало косо свернулся? Разве я не говорил тебе больше сюда не приходить, мальчик? Ты не боишься испортить свою замечательную прическу? Твои издевки мы порядком поднадоели, старик. Советую тебя закрыть свой рот сейчас же. Молча оценивать вас взглядом, затем широко улыбляется. Вот это я понимаю, сила духа. Тебе есть стержень, парень. Меня Горином звать. Я хозяин ямы. Что ты здесь собираешься делать? Я осматриваюсь, Горин. Что такое яма? Яма это яма, парень. Если на острове между двумя жителями возникает разногласие, то, как правило, они решаются в яме. Здесь либо Торвальдом два камня. А, разногласия решаются либо в яме, либо Торвальдом. Кроме того, народ зарабатывает деньги для ставки на итоги битвы. А некоторые мужчины и женщины вообще живут за счет своих побед. Вопросы? Хочу назначить бой. Без лишних разговоров. Серьезно, прямо сейчас Огнен послал себя сюда на бой. Не втолкует, значит ли это, что ты ему понравился, или он тебя возненавидел? Смеется от души. Не важно. Сейчас мы посмотрим, из чего ты сделан, парень. Будешь сражаться с тем, кто войдет в яму. Других правил нет. Только один из вас выйдет готов к бою. Я бы, это, ставки поставил бы. Ну ладно, запускай меня. Так. Дело плохо. Нормально. Барак 10 уровня, что он может противопоставить. Сэр, оружие. Так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Да я толкнуть его, чтобы он тут не выпендривался. Невидимую силу применить магию. Он подходит. Влупил мне все-таки разочек, да? Да, применим. Не будем палиться, что мы там невероятно... Оставь меня в покое, говорит. Ну хорошо. Фу, кричат, надо добить. Ну, Барак, не повезло тебя. Ну и шо? Все. Поздравляю тебя, парень. Барак был одним из сильнейших наших бойцов. Ты отлично справился. Хочешь прямо сейчас поговорить с Турвальдом? А есть тут настоящие воины, Горин? Ха, ты настоящий бойцовый пес. Заходи, следующий соперник уже ждет тебя там. Давай его сюда. Женщина? Сражаемся против женщины. Бандитка двенадцатого уровня. Мэм, сложите оружие. Не, не будем палиться пока, что мы тут маг-чародей. А то они еще что-то подумают. Но это уже посерьезнее. А то надо магией бить, ребята. Невидимая сила. Отступите-ка, мэм. Как я попадаю в девяносто один? Я хорошо по ней попадаю. Влупило меня? Посмотрите. Думаю, самое время затестить магический артефакт. Правда, мне силы может не хватить. Опа! Критическое попадание. Опа! А, пять единиц здоровья. Готово, лежит. Она без энергии. Чекрам просто дикий. Вот теперь я ее удержал. Теперь могу ее добивать. Чекрам просто дикий, ребята. Что, он мне ничего не делает? Нет, Чекрам просто дикий. Несмотря на то, что мне силы не хватает. Готова, подруга. Да, этот Чекрам, то, что нужно. Бронзовый варварский доспех. Супер сапоги. Не знаю, дадут ли залутать. Сейв. Подождать часик, наверное. Время на час. Сэр Джереми очень давно не ел. Ребята, если меня ждет... Правда, на ночь очень плохо кушать. Но меня все-таки ждут. Потому что я тоже давно не ел. Ленивая пицца в виде горячих бутербродов с салями, сыром и перцем болгарским. То сэр Джереми тут бы хотел перекусить. Но тут негде. Давай третий бой туда. Ты снова выиграл. Что хочешь испытать? Давай еще бойцы, желающие, бросим мне вызов. Настоящий бойцовый пес. Следующий соперник ждет. Посмотрим. Это у нас эльф-вор 11 уровня. Это нам не соперник даже. Кинжал положите, сэр. И... Что? О, заклинание применил сэр Джереми. Эльф-вор с удивлением, что это было такое. Уклоняется. Получает критическое попадание супер-чакрамом. Так, он удержан. Теперь можно отступить. Да и дальше его этим чакрамом пробивать. Ложиться. Да, этот чакрам просто дикий. Я урона, правда, не сильно много наношу. Все, готов. Тяжелый варварский клинок. Меня вот этот интересует. Мне не дают их залутать. Ну и наплевать. Сейв. Дайте посерьезнее противника. Снова выиграл. Давай и есть желающий. Настоящий бойцовый пес. Заходи. На сей раз бандит 14 уровня. Рыцарь. Ну, что вам сказать, сэр. Расложите оружие. И щиты. Получите. Чакрам вам критическое попадание. Уклонение использует. Так, он задержан. Мы отступим. Попадание. Правильно говорить. Вот. Все. Не ломается чакрам этот? 100-100. Доступная магическая сила. Случайный стазис. Энергию может мне сожрать 1.25. Ну, не страшно. Опа. Броню ему пробил. Посмотрите, что делает сэр Джереми. Потеря равновесия у него. У него минус 279 энергии. Да он вообще не встанет никогда. Выносите гробы. Ребята. Что у него там было? Успехи. Отличный шлем. Сейв. Снова выиграл. Еще разок-то. Давай. Настоящий бой. Слушай, ну давай уже какого-то... О! Вот и все. Вот и все. Демон 30-го уровня. Полурослик, священник, бандит и волшебник 15-го уровня. Надо вырубать священника, демона. Ну, тут проблема у нас, ребята. Отступить. Тут надо уже показать, что мы тоже маг, чердей. Так. Доспехи повреждены. Надо убить священника. Почему? Потому что он... Демон нападет. Священник готов. Демон что-то не отозван. Значит, его маг вызвал, да? Все ложатся, кроме демона. А я пью ману. Демон должен быть отозван. Демон отозван. Магические предметы забрать. Сапоги только у него были. Мантию забрать. Забрать мантию незамедлительно. Не успел. Так. В следующий бой надо играть только ради мантии. Я никогда не видел ничего подобного. Ты просто обезумевший волк. Настоящий убийца. До Силиема не знала более грозного бойца. Кто следующий? У народа есть еще голова на плечах, чтобы драться с тобой, парень. Ты победил всех самых лучших бойцов. Это значит, что теперь ты наш чемпион. Я думаю, отныне повсюду народ будет обходить тебя стороной. Пару вопросов. Хорошего дня. И мы какой-то статус получили, да? Карма. Чемпион Ямы на острове Отчаяния. Победив всех бойцов на арене, заслужили репутации самого угрозного воина Ямы и всех. Спаситель Бесси Тум. Выживший в катастрофе. Герой Туманных Холмов. Хорошая репутация у сэра Джереми. На Яму можно спуститься? Навряд ли. Залутать нельзя, да? Ну, я думаю, к этому, к Дворфу пойдем в следующей серии. Ребята, действительно, я хочу кушать. Хорошая серия сэр Джереми. Последний бой, правда, я испугался. Жаль, не успел залутать я вещи. Чакрам просто убийственный. Просто убийственный. Звезда душевных оков. Немноженные сапоги, немного не то, что нужно. Жаль, тут продаваться нельзя. Ты точно не хочешь торговать, а? Парень, самый отличный собиратель. Да, да, эти сапоги полетят в яму просто, потому что больше их некуда девать, а это перегрузка. Оп. Хе-хе-хе. Чтобы это не заглючило теперь из этих сапог. Ну, а что я сделаю? Сохранюсь. На единичку, да? У меня цепочка сейвов классическая. ПН-95, не знаю, что это я скриншот вроде бы делал. Специальное сохранение делал все сохранения. Ребята, в следующей серии Арканом. Острова отчаяния. На которых сэр Джереми не отчаивается вообще. Тут еще, кстати, дом. Ну, это дом Гаррета, судя по всему. У него тут тумба, кстати. Сэр Джереми. Немного не джентльменский поступок, а? Мы проверим тумбу. 50 золова. Гаррет все это время ставил против нас, наверное. Подожмем это. Вот так вот, сэр Джереми. Какое гнусное преступление. Никто ничего не заметил. Пойдет в фонд некромантов. Гаррет. Ладно, ребята. В следующей серии. До свидания.